Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Накануне, уже с завтрашнего дня, украинцы смогут ездить в Европу без виз, что нужно для успешного пересечения границы. Супружеские узы. Какой срок грозит жене депутата горсовета, на которую заботливый муж пытался оформить бизнес? Антисанитарный тренд. Как львовские мусорные проблемы докатились до ривны? Жизнь без виз. Уже с завтрашнего дня стартует безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза. И пока одни штурмуют отделение миграционной службы в очередях на оформление биометрического паспорта, другие подсчитывают возможную прибыль от наплыва туристов. Куда украинцы хотят поехать больше всего и готовы ли к новой нагрузке на границы, разбиралась Ольга Поломарюк. В аэропорту Черновцов вовсю готовятся к безвизу. Уже с завтрашнего дня украинцы смогут путешествовать по Европе без отметок в паспорте. Впрочем, только те, кто успел оформить биометрику. Основный документ – это наявность биометрического паспорта гражданины Украины. Это основа. Но это не говорит о том, что документ старого возраста, закордонный паспорт Украины, он не будет давать право гражданины Украины для перетенения государственного кордона. На пунктах пропуска и в аэропортах у туристов могут попросить предоставить и другие документы. К примеру, квитанции на бронирование номера в гостинице или же билет в обратную сторону. А вот тем, кто собрался на отдых в солнечную Турцию, как и эти люди, достаточно будет только ID-карты. Но пока в этом новшестве знают далеко не все. Напомню, у них 100% загрузка идет на данный час. Надеемся, что так и будет дальше. На расстоянии ID-карты пока не было еще пассажиров, которые бы проходили регистрацию за ID-картами, но предприятие как-то готово. Пока же украинцы штурмуют отделение миграционной службы в надежде получить заветный биометрический паспорт, без визу готовятся и в турфирмах. Рассказывает, в этом году как никогда спросом пользуются Испания, Хорватия, Мальта. Скорее вопрос, если готовы украинцы к Европе, а не если Европа готова к нам. Европа завжди готова к нам, Европа нас ждет. Вот уже все сейчас начинают массово бронювать, то самую Черногорию, Хорватию. Ну, в Черногории у нас и так был безвизовый режим. Чтобы минимизировать очереди на пунктах пропуска, пограничникам будут помогать сотрудники таможни и миграционной службы. В случае необходимости задействуют и полицию. А вот для водителей даже организуют дополнительные полосы движения. Однако пока речь идет только о Львовской области. Питание пересечников для Буковинского региона не есть таким актуальным, как оно и на Украино-Польской территории. Если смотреться на территорию Украино-Польского кордона, то в ряд пунктов пропуска створены отдельные смуги для такой категории людей. На проверку документов одного человека будут тратить не более 10 секунд, обещают пограничники. Все пункты пропуска оснащены современными цифровыми сканерами. Кроме того, желающих попасть в Европу будут проверять по базе данных Интерпола. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Менее четырех часов остается до старта безвизового режима с ЕС. Каждую минуту до наступления долгожданного исторического момента здание администрации президента отсчитывает специальный таймер, который глава государства сегодня торжественно запустил, нажав символическую кнопку старта. Ровно в полночь, по словам Петра Порошенко, украинский паспорт на границе с Европейским Союзом превратится в документ европейского значения и возможностей. Зворотний відлік щодо незворотних змін. Це буде вже остаточний прощавай Російської імперії. І слово «Back in the USSR» ми будемо чути лише слухаючи Бітлз. І ніколи Україна більше не повернеться в Радянський Союз. Тому що ми горда і вільна демократична нація повертаємося до родини европейських народів. І сьогодні вечером всі желаючі відпразднувати таку долгожданну либералізацію, змогут це зробити в центрі столиці, на Європейській площаді, де по цьому случаю состоїться праздничний концерт. Наш корреспондент Павлина Василенко уже там, і чуть позже ми с ней свяжемся. Несмотря на проєвропейський курс України, коррупція не сдається. В Днепре разгорається бизнес-скандал. Гражданская супруга депутата Гурсовета Владимира Панченко пыталась оформити на себе более 20 фирм, в тому числе банк. Як розвити мощний бизнес при доході в 3 тисячі гривен в місяць? Разбирались наші корреспонденты. На дніх в регистраційну службу обратилась 56-літня жінчина, принесла пакет документів. По словам сотрудників коммунального підприємства, захотела переоформити на себе 21 фирму, в тому числе і один із банком, с активами 200 млн гривен. Количество сделок вызвало у регистраторів подозрення, а к тому же с документами були проблеми. Візвало сомнення то, що це один нотариус, і коли ми провели нотариальні бланки, виявилося, що вони були використовувані ще в 2015 році. Фальшивими оказались не тільки нотариальні бланки, але й заявлений акціонера про продажу своїх долей бізнесу некої гражданки Шакун. Також на договорах були подділаны подпися настоячих владельців бізнесу. Регистратор відкрив нам документи, те, які були предоставлені. Там ми увидели не наші подпися под цими документами. Як вияснили общественні активісты, Шакун – гражданская супруга депутата Горсовета, Днепра, Владимира Панченко. На переоформление готовили не 20, а 60 фирм. По такій схемі, якби силові структуры не отреагували быстро, якби фірми не заметили такої манипуляції, то через пару місяців доказати, що ця фірма не Панченко, було б тяжело вже. Все фірми являються рабочими, то есть вони ведуть коммерську деятельність. Никаких связей с сім'єю Панченко у цих фірм не було. Супругу депутата задержали. Ближайші два місяця она проведет в следственному ізоляторі, если, конечно, не внесет залог – 128 тисяч гривень. Тем временем, общественники запечатлели нескромный домик семьи Панченко. Расположен он в елітном поселке недалеко от города. Усадьба площадью 600 квадратних метров, огорожена высоким забором. А еще семья владеет недвижимостью в Донецке. Когда уже у нас шла война, у нас жена депутата Панченко спокойно покупает недвижимость в городе Донецке. Мы начали смотреть дальше и увидели, что он далеко не всю недвижимость, которая им принадлежит, задекларировал. Активисты отмечают, депутат горсовета Владимир Панченко умудряется приобретать недвижимость, жить в роскошном загородном доме при скромных доходах около 3000 гривен в месяц. Такую сумму он задекларировал в 2016 году. Елена Медалюк, Евгений Коднецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. О том, как чиновники Минобразования нагревают руки на школьных учебниках, рассказал в Фейсбуке народный депутат Сергей Каплин. По словам политика, сумму в 15 миллионов бюджетных гривен, сэкономленных на учебниках, министерство направило на печать хрестоматий. Пролоббировало расходы, по его же информации, советник главы ведомства Ивана Каберник, давняя соратница лидера Народного фронта Арсения Яценюка. И она же, по словам Нардепа, разместила заказ в издательстве, которое связывают с фирмами ее супруга. При этом, как утверждает Каплин, печать тиража в других украинских учреждениях обошлась бы бюджету на 3 миллиона гривен дешевле. Нардеп подчеркивает, что схемой должна заняться Генеральная прокуратура Украины. Возле здания столичной городской администрации прошел протест-концерт «Культура против хамства». Организаторами выступили небезразличные киевляне. От чиновников требуют остановить застройку в центре Киева и защитить культурное наследие столицы. Появление высоток в историческом центре связано с коррупционными схемами, так утверждают активисты. Напомню, летом минувшего года на территории Синного рынка начались строительные работы 14-ти многоэтажек. В Киеве в центре историческом запрещена застройка выше 27 метров. Синой, как символ вообще ужаса происходящего, это 81 метр. Это 113 тысяч квадратных метров на месте Синного рынка старого. 14 зданий, максимальная высота 81 метр. Мы обращаемся к Владимиру Гройсману с просьбой, пожалуйста, услышать нас и, пожалуйста, помочь уничтожить коррупционную схему, из-за которой Киев уничтожается сумасшедшими темпами. Еще на два месяца суд продлил арест Александру Ефремову. Об этом сообщает Луганское областное телевидение. Напомню, экс-председателя фракции партии регионов подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и в организации захватов госадминистрации и здания СБУ в Луганске. Дело Ефремовой уже полгода находится в Старобельском суде. За это время были допрошены порядка 10 свидетелей, но ни один из них, как утверждают адвокаты, не свидетельствовал против подозреваемого. К тому же доказательством со стороны защиты являются показания бывшего главы Луганского управления СБУ Александра Петрулевича и его заместителя. В материалах контрразвитки, в материалах оперативно-технических заходов, в материалах радиоперехоплений, разумов сепаратистов или других людей, которые причастны к захоплению административных строительства, в том числе строительства СБУ, прозвища Ефремова не фигурувало взагалі. Ні де і ніяк. Переполнені мусорні баки практичіски львовські пейзажи. В городі, де немає проблем з полигоном для отходів, назреває кризис. Львовська фірма, котря уже 4 роки вивозить отходи з большей части Ривны, вдруг стала работать из рук вон плохо. Почему, разбирались наши корреспонденты. Зловонные горы из сотен битком набитых пакетов, удушающий смрад, бездомные коты і собаки. В соцсетях активно обсуждають мусорный апокалипсис. Растет количество злобних комментариев і все в адрес предприятия Санком Ривны, собственниками которого являются жители Львова. О проблеме знают все і жители, і власти, і даже те, кто должен это контролировать. В госпродслужбу люди обращаются, но чтобы провести проверку, нужны недели на разрешение из министерства. Тільки з дозволу Києва Минеконом розвитку направляється обґрунтовані матеріали письмово, і що п'ятниці вони засідають і на сайті служби дають погодження. А це бак у обочині дороги, яка ведет контролюючій службі. Вот так он выглядит после вивоза мусора. І даже те, хто має право наказувати, нічого з цим зробити не можуть. Управління ЖКХ роботу львовської, по сути, компанії контролюють путем фотографування і составлення актів. А вот це офіс самой компанії Сенком Рівне. За цей дверю директор. Он більше часа громко общається з владельцем. Обсуждають договоренності, по всій виді, з мэром. Комментировати ситуацію на камеру директор не хоче. Тим временем, проблема оказывається куда глубже. в Госпродслужбі нет схеми санітарной очистки города. Два года назад горосполком заплатил за нее Харківському інституту 309 тисяч гривень. Но санслужби ее не утвердили. Ісправлять схему чиновники не стали. І тепер этот документ лежит мертвым цифровым грузом управління ЖКХ. А дати його тем, хто отвечає за санбезопасність не готовы. Договор с онкомом заканчивається в следующем году. Депутаты дали предприятию время до следующей недели. Тогда соберуться на сессию і угрожають разорвати соглашення. А пока чистота города завістить от компанії, которая, похоже, делает все, чтобы Ривна повторила судьбу Львова. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривна. В Щегирине Черкасской области надзревает земельный скандал. В районе из почти 400 участников АТО свои законные два гектара получили лишь единицы. Волокита с участками тянется с 2014 года. В районе практически все сельхозземли находятся в аренде, но аграрии не против отдать арендованные на делы в пользу ветеранов. Но вот Госгеокадастр на все запросы АТОшников отвечает отказом. Почему, выяснял Станислав Кухарчук. Владимир показывает удостоверение члена семьи погибшего участника АТО. Единственного сына он похоронил полтора года назад. С первого дня пошел на фронт, в доброволец, 30-я механизированная бригада. Теперь отец воюет вместо него, но на другом фронте с украинскими чиновниками. Владимир пытается выпить обещанной государством два гектара земли. Получить их сын не успел, да и у отца это пока тоже не получается. Областной госгеокадастр шлет отказ за отказом. Результаты ноль, пришла отмова. Уже два раза подавалась заявка повторная, снова пришла отмова. А за мной делянка в Вильню. В Чегеринском районе ожидающих свои наделы почти 400 человек. Люди рассказывают практически все сельхозугодья в аренде у аграриев. И если некоторые готовы расстаться с ними в пользу ветеранов, то чиновники вставляют палки в колеса. В феврале прошлого года одно из предприятий все же отказалось от 44 гектаров. А райадминистрация даже вывела землю в резерв. Но областной госгеокадастр снова ответил участникам АТО отказом. Самое интересное, что у нас в ближайстве стоящих людей уже оплачены кошты. Вот эти 44 гектара поля недалеко от села Радцево. Засеяно подсолнухом сельский землеуправитель пожимает плечами ему фермеры исправно платят аренду. О том, что договор расторгнут, говорит, слышала. В Радминистрации нам подтвердили. Официально агрофирма от земли отказалась. Договор аренды с ней расторгли. А вот почему вопрос с выделением земли до сих пор не решен, не знают. У участников АТО своя версия. Все запрещается на державе кадастр города Черкасса областного. Вот так вот. Потому что они не дают. Почему мораторий для того, чтобы можно было эти земли продать или купить. Как оказалось, 44 гектара земли до сих пор числится у них в аренде. Говорят, в областном госгеокадастре. А значит, они основной распорядитель сельскохозугодий. И разорвать договор аренды имеет право только эта инстанция. Но с такой просьбой к ним никто не обращался. Открытое криминальное проведение. Чигиринская РДА не мала права выносить данное распорядение. Пока чиновники выясняют отношения, ветераны АТО ждут. Но терпение, говорят, заканчивается. И они уже начали готовиться к акциям протеста. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. За минувшие сутки боевики на Донбассе более 70 раз обстреляли украинские позиции. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий. Мы живем, нам тут страшно жить. У нас дети гуляют, у нас маленькие детки. Город Марьенко последнее время одна из самых горячих точек зоны АТО. Обстрелы тут не затихают ни днем, ни ночью. Стрельбу боевики ведут не только по позициям наших военных, страдают и мирные жители. Сталось все в останние хвилини минулої доби. Незаконные збройные формирования обстреляли с гранатометов и великокалиберных кулеметов житловые кварталы Марьинки. Наследок ворожого обстрелу житлового будинка по улице Жовтневи было поранено чоловика и женщину. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Оказали помощь. Сейчас эти люди под присмотром врачей. У женщины открытое переломы обеих бедренных костей, а у мужчины перелом многооскольчатой малоберцевой костей, левой голени, обширная рана левой голени. Сейчас больные находятся на лечении в травматологии. Состояние средней степени тяжести. В хате телевизор ты выросла сожжать. А дальше я ничего не помню. Кровые дужи. Такие частые обстрелы, по словам Александра, неспроста. В рядах боевиков большое пополнение. У них недавно произошла ротация, в принципе, ну, после каждой ротации, в принципе, они активизируют свои действия. Но даже такие массированные обстрелы для местных жителей уже давно вошли в привычку. Это средний, я знаю, но все время стреляет. Богдан Вербицкий, подробности телеканал Интер. Израиль резко увеличил количество льгот для демобилизованных солдат. Теперь они будут получать приличное выходное пособие, им даже оплатят жилье и учебу в университетах. С чем связана эта новая стратегия? Расскажет Сергей Аусландер. Демобилизованных солдат в Израиле в принципе и раньше не обижали. Они получали определенные льготы и денежные выплаты. Но сейчас в КНЕСЭТе рассматриваются поправки к закону о военнослужащих, которые должны пакет этих льгот резко и одномоментно увеличить. Например, каждый демобилизованный в Израиле получал от Министерства обороны денежный подарок, так называемый Пикадон. Сумма зависела от того, в каких частях служил человек, боевых или вспомогательных. В боевых она составляла приблизительно 8 тысяч долларов. Потратить ее можно было только на строго определенные цели. Это оплата учебы, строительство или покупка жилья и открытие собственного бизнеса. Теперь этот список существенно расширен. За счет этих денег можно оплачивать, например, уроки вождения, погашать долги или выплачивать штрафы. Если раньше этот Пикадон был действителен только в течение 7 лет, то теперь он бессрочный. Кроме того, отслужившим в боевых частях позволят половину этой суммы забирать сразу после демобилизации. Потому что очень часто эти ребята выходят, они демобилизуются во время армии. У них очень много льгот, они получают некоторую достаточно солидную сумму в месяц, а после того, как они демобилизуются, они как бы получаются брошены несколько в финансовом плане. У них есть очень часто и вот им дается возможность использовать половину этой суммы, сразу же моментально ее вынуть, использовать на любые свои цели. Кроме этого, армия будет оплачивать профессиональные курсы и аренду жилья на время учебы. Есть такая категория солдаты-одиночки, это репатрианты без семьи, без родных. Так вот, им и отслужившим в боевых частях армия оплатит учебу в университетах на первую академическую степень. Есть масса и других льготменей существенных, например, если солдат до армии не успел получить или не сумел получить аттестат зрелости, то он может сделать это прямо во время службы и совершенно бесплатно. Руководство Министерства обороны объясняет все эти перемены новыми экономическими реалиями, инфляция не прекращается, все дорожает, а значит, тем, кто отдал три года жизни вооруженным силам, нужно помочь адаптироваться на гражданки. Кроме того, таким же, таким образом государство хочет повысить престиж армейской службы. Сергей Услендер подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Ищут способы укрепить безопасность граждан и в Европейском Союзе. Для этого создали специальный оборонный фонд, в который ежегодно намерены инвестировать 5 миллиардов евро. Все детали узнаем от Елены Абрамович. Трамп толкает Европу в новый военный век. С таким заголовком вышло популярное издание Политика. Впрочем и в самой Еврокомиссии не скрывают твиты американского президента с критикой в адрес НАТО повлияли на изменение политики не в последнюю очередь. Новую оборонную стратегию открытия фонда который в разы увеличит расходы стран на безопасность презентовала глава дипломатии ЕС Федерико Маггерини и заверила Европейский Союз не намерен становиться оборонным союзом или конкурировать североатлантическим альянсом. Мы никоим образом не предлагаем заменить продублировать или конкурировать с НАТО. Я уже это сто раз заявляла и снова повторю это работа над усилением обороны Евросоюза и безопасности граждан ЕС. Это необходимо для ЕС плюс мы можем усилить альянс. Для Евросоюза это действительно решительный разворот в сторону обеспечения безопасности. Если до сих пор на оборону выделяли около 100 миллионов в год то теперь из бюджета ЕС на эти нужды планируют давать полмиллиарда до 2020 а после миллиард в год остальные деньги до 5 миллиардов соберут с государств членов ЕС. Фонд будет поддерживать совместные исследования в области обороны и разработки оборонных технологий таких как электроника зашифрованное программное обеспечение или робототехника таким образом он станет механизмом для стратегической автономии ЕС. Еще с одной инициативой по безопасности выступили в Европарламенте депутаты хотят создать комитет который будет искать решение проблемы терроризма отдельное государство также не сидят сложа руки например во Франции объявили о создании национального антитеррористического центра который будет подчиняться президенту страны Эммануэлю Макрону а в Швеции планируют построить барьеры в общественных местах для защиты пешеходов от терактов на автомобилях Елена Абрамович Вадим Сверидонов подробности Брюссель Европейское бюро телеканала Интер Что новенького придумали для экстремалов в Бельгии и почему любители спорта решили использовать в качестве утяжелителей собак об этом и не только в нашем обзоре Швейцарские студенты создали дрон который может летать во все стороны каждый ротор поворачивается отдельно от всей системы и способен двигаться вертикально горизонтально и вокруг своей оси главный минус разработки управлять ее нужно с помощью специального компьютерного обеспечения а не с помощью пульта или джойстика Уникальные кадры удалось запечатлеть жителям городка Унчжун в Китае После сильной грозы облака будто сложились в огромный пазл с невероятной картиной города в воздухе Ученые называют такое явление фатоморгана Оно возникает когда в нижних слоях атмосферы образовываются слои воздуха различной плотности Они дают зеркальное отражение Фитнес-блогер запустила флешмоб приседай со своей собакой Девушка делала упражнения используя как дополнительную нагрузку своего пушистого ретривера Колонель Идею подхватили спортсмены по всему миру А вот их любимцы по всей видимости от такой разминки не в восторге Акулы на улицах Гонконга Десятки активистов по большей части дети в костюмах протестовали на улицах мегаполиса против убийства акул Просшествовали возле ресторана где подают акулье плавники В Гонконге расположен самый большой в мире базар где их продают Четыре года назад местные власти обещали запретить убивать акул но до сих пор пока этого не сделали В Брюсселе один из фишенебельных ресторанов предложил посетителям пообедать в воздухе Желающих поваров и официантов специальная платформа экран поднимают на высоту 40 метров Еду именитые кулинары готовят уже в небе В меню знаменитая гольдштейнская говядина с горохом спаржа с диким чесноком и соусом из лука-порея а также салат заправленный имбирем За экзотическую трапезу каждый гость выложил порядка 300 евро Голый протест в Мадриде Сотни велосипедистов в чем мать родила выехали на улицы испанской столицы А все для того чтобы привлечь внимание к проблеме уважения на дорогах По мнению многих активистов автомобилисты ущемляют права велосипедистов Кроме того четырехколесный транспорт наносит вред окружающей среде Протестующие требуют уважения к себе и природе Один из замков Дракулы закрыли для туристов из-за медведей Такое решение приняли когда группу туристов на пороге крепости Пайнари и резиденции Влада Третьего Цепиша встретила медведица с тремя медвежатами Скорее всего зверей привлекла к замку еда которую туристы оставляют после себя По приказу властей достопримечательность не откроют пока не поймают косолапых Впрочем куда их переселить пока не решили В центре Киева начались торжества посвященные безвизовому режиму С нами на связи Павлина Василенко Павлина, здравствуй Много ли людей на Европейской площади и кто будет выступать сегодня вечером Добрый вечер, Наташа Для празднования безвизового режима с Евросоюзом выбрали очень символичное место Европейскую площадь в центре столицы и сейчас здесь уже начался праздничный концерт по случаю отмены виз с Евросоюзом выступают украинские коллективы и также ожидается что будут будет петь Руслана Лыжичка победительница Евровидения 24-го года ну и легенды отечественного окопельного пения группа Пикардийская терция Украинцы в соцсетях сегодня уже шутили что пропускать на Европейскую площадь будут исключительно по биометрическим паспортам конечно же это шутки пропускают всех желающих но меры безопасности здесь очень серьезные пропускали через два кордона правоохранителей запрещено было носить с собой напитки а также колючие режущие предметы как обычно ну и собственно говоря настроение людей пришедших сюда это никак не повлияло многие приходят с улыбками с хорошим настроением а также символикой Евросоюза и Украины и вот что люди нам рассказали пришли на праздник с детьми пришли порадоваться за страну помахать флажками Европу поедем все очень радуют счастливыми посмешками на очах надеемся что это один из черговых кроков открыть нам широкие двери возможности хочу сказать что безвизовый режим заработает сегодня в полночь по киевскому времени но из-за разницы в часовых поясах страны Евросоюза отменят визы для украинцев не одновременно а будут делать это постепенно в течение ночи ну а первые страны это страны нашего часового пояса которые которые украинцы с биометрическим паспортом могут поехать уже в полночь это Финляндия Эстония Литва Латвия Румыния Болгария Греция и Кипр с минуты на минуту на сцене сзади меня ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко который поздравит украинцам с таким историческим моментом как открытие границ с Евросоюзом и хочу добавить что официальные мероприятия по случаю отмены виз продолжатся завтра президент Украины приедет в Ушгород где с президентом Словакии примет участие в символической церемонии на Славатско-украинской границе Наташа спасибо Павлину это была Павлина Василенко о праздновании без виза на Европейской площади в столице на сегодня это все новости хорошего вам вечера и до встречи завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok